Что такое канонический URL? Зачем это вашему сайту? В этом видео рассмотрим бесплатный плагин для Joomla. Меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данную информацию. В рамках данной статьи это урок номер 3. В прошлых видео я показал бесплатные плагины о том, как на лету конвертировать ваше изображение в современный формат изображения ВП, как сделать красивое системное уведомление в Joomla. В этом же видео бесплатный плагин «Как назначить канонический URL вашему сайту». Вот страница разработчика, все ссылки я оставлю в данной статье на сайте fedorvasiliv.com. Вот так она выглядит. Перейдете на сайт, скачаете данный плагин. А теперь, что такое канонический URL для тех, кто не знает и зачем это нужно? Мы с вами обратимся к справочнику Яндекса. Канонический адрес страницы. Если на сайте есть страница, доступная по нескольким адресам, а также страницы с одинаковыми или схожим содержимым, робот Яндекса может почитать их дублями. Тогда он объединит страницы в группы дублей и выберет для показа в результатах поиска только одну из них, наиболее информативную и релевантную поисковым запросам. Такая страница называется канонической. То есть уже приходит у вас понимание, что это такое. Вы можете указать роботу страницу, предпочитаемую для показа в результатах поиска, с помощью атрибута rel-canonical. Сейчас мы, кстати, это с вами посмотрим. Также вы можете указать канонический адрес, если хотите изменить адрес сайта с www.nabizvv. То есть, смотрите, здесь идет уже речь про улучшение SEO-сайта. То есть это нужно для того, чтобы мы следовали правилам поисковых машин Яндекса и Гугла. Это нужно сделать для сайта. То есть в какой-то степени это идет борьба с дублями страниц. У меня уже была серия уроков о том, как склеить дубли страниц. Так вот, вот этот канонический URL – это продолжение этой темы, что нужно сделать следующим. То есть вы посмотрели это видео, склеили дубли, и если на вашем сайте не указан канонический URL, я думаю, что будет полезно это настроить. Для начала мы должны с вами посмотреть, может быть, у вас с шаблоном это или каким-то расширением уже установлено. То есть вы можете перейти на главную страницу вашего сайта, правой кнопкой мыши кликнуть в вашем браузере «Вызов контекст» на меню, исходный текст страницы «Посмотреть». То есть у вас начинается здесь код «Head» и «Head» закрывается. И вот здесь вот где-то в области «Head» должен быть URL canonical – атрибут. Я здесь такого не вижу для этого сайта, потому что он здесь не задан. Соответственно, мы сейчас рассмотрим бесплатный плагин, опять зайдем в код, и я вам покажу, что в коде есть этот атрибут, и значит, мы стали на одну ступень выше к улучшению всей оптимизации сайта. То есть это более качественная индексация вашего сайта, более правильная. Это значит, позиции ваших статей, вашего сайта должны вырасти в глазах поисковиков. Это в теории. Как оно будет дальше, зависит от разных факторов, от вашего контента, насколько он полезен, насколько он релевантен. Здесь много факторов. В любом случае, это будет крайне полезно для вашего сайта. Но убедитесь в том, что у вас действительно другими расширениями не задан этот канонический урел. Если вы где-то в вашем каком-то расширении, он уже задан, и вы будете использовать еще и плагин, и настроить его, боюсь, как бы ваш сайт вообще не попал в бан, или не выпал из выдачи, если вы будете в двух местах использовать канонический урел. То есть, например, ваше какое-то расширение, скажем, конструктор Gridbox, у него, видите, есть свой встроенный канонический, а вот этот вот внедрение вот этого атрибута, вот я вам сейчас показываю, каноническая ссылка. Если вы используете Gridbox, конструктор страниц, и плюс вы об этом, например, не знаете, еще поставьте сейчас плагин, я боюсь, как бы это навредит вашему сайту. То есть, вы должны точно знать, что никакое расширение, ни ваш шаблон не имеет таких опций, чтобы указать канонический урел. То есть, это для тех сайтов, у кого нет этого, тогда мы используем вот этот плагин. И давайте уже к практике. На свой демо-сайт я установлю бесплатный плагин. Плагин System Custom Canonical. Устанавливаю его на свой сайт. После установки у нас есть такое страшное красное предупреждение, в переводе, которым написано, неправильные канонические теги могут привести к тому, что ваш сайт не будет индексироваться Google и другими поисковыми системами. Используйте этот плагин только в том случае, если вы понимаете, как он работает, и как использовать канонические теги. И здесь есть ссылка на документацию на английском языке к данному разработчику. Давайте посмотрим, что дает данный плагин. Мы с вами переходим в плагины. Я его вижу наверху. Вот он, System Custom Canonical. Через поиск можете его найти, если он у вас здесь не показывается, либо кликните по ID два раза. Я его включаю, перехожу в настройки. Также мы видим то же самое здесь предупреждение. Первая опция нам сказана. Корневой URL-адрес для всех относительных канонических тегов. Он должен включать схему и под домен, если используется и пример нам указывается. То есть, по сути, вы просто главный адрес вашего домена, главную страницу, как он есть. Если вы используете HTTPS SSL протокол, то вместе, значит, с HTTPS, вот я просто скопировал адрес по сути своего домена, да, основного, и целиком просто здесь проставляю. Без слэша на конце, то есть, как указано вот в этой подсказке. Далее, удалить канонические теги по умолчанию рекомендуется. Стоит включено. Так и оставим тогда включено. Включить ли канонический URL в статьях? Это артикл и статья. Стоит включено, так и оставляем. А дальше уже на ваше усмотрение. У вас категории. Это категории джумла, где у вас лежат статьи. Хотите ли вы канонический URL включить и для категории? Ну, мы посмотрим с вами, где это находится. То есть, мы включая эту опцию, добавляем некое поле в нашей категории. Если теги используете, метки, и для них канонический URL, ну, для них бы я не включал. То есть, артикл, статьи, категории, это бы я включил. Теги. Я не думаю, что теги нужно, чтобы прям вот индексировались, и для них выбирать канонический URL. Но, если вы метки используете для статьи, наверное, все-таки лучше там тоже использовать. Включить канонический URL для меню. То есть, включая эти переключатели, мы не включаем канонический URL сразу. Для статьи, для категории, для меток, для меню. Мы включаем дополнительное поле, куда нам нужно пройти, и там указать канонический URL. Как это сделать, сейчас посмотрим. Давайте для меню тоже включим. То есть, включили для статьи, для категории, например, и для меню. Сохранить и закрыть. Далее, теперь мы проходим ко всем пунктам меню, которые у нас реально ведут. На категории, на материалы. На пункты меню, которые у вас являются разделителем, не имеют страницу. Туда, конечно, мы не будем заходить и ничего там делать. Покажу на примере главной страницы. Вот если у вас есть главная страница, переходим. Переходим с вами в метод данные. У вас здесь теперь появился, потому что мы плагин включили, дополнительное поле. Видите? Canonical URL. Подсказки, которые сказаны. Канонический URL адрес пункта меню, который должен быть помещен в HTML-код. Сейчас мы это с вами посмотрим. Не используйте это поле, если в этом содержимом есть другие канонические URL адреса. Канонические теги могут быть автоматически сгенерированы, нажать на кнопки авто. Но у меня не используется никаких канонических URL. То есть для главной назначаем, нажимаем авто. Проставляется только косая черта. Сохранить, закрыть. Если мы с вами посмотрим другие меню, а это у меня, вот видите, разделитель. Сюда мы не будем ставить. Корзина. Не думаю, что для корзины, то есть я использую плагин Корзина, что надо создавить канонический URL. А вот категории Joomla и WordPress, там где идут статьи, в эти категории пункты меню я захожу, перехожу в мета данные, видим поле канонический URL, нажимаю авто, видите, как проставляется. У меня это курсы, потом слэш, Joomla, рубрика. Все, канонический адрес назначили для данных пункта меню. Переходим сюда, также мета данные авто, сохранить, закрыть. И теперь обновляем страницу, например, для главной. Правой кнопкой мыши, исходный текст. И вы увидите, перед закрывающим тегом head, вот здесь вот, видите, rel canonical, то есть уже в HTML коде у нас проставляется все. После этого мы, по сути, улучшаем SEO сайта, борьбу с дублями, говорим поисковым системам, что это правильный и главный адрес, что все остальные, например, дубли страницы, которые похожи на эту страницу, он уже будет понимать, то есть поисковой бот, и это и есть улучшение для SEO сайта. Но нам нужно не забыть для всех пунктов меню указать эти канонические URL, как я вам показал здесь. Далее, где вам еще это нужно сделать? В данном случае у меня никаких компонентов здесь нет, у меня есть категории, материалы. Проходим в категории, где у вас есть статьи. Вот у меня, например, категория Joomla. Перехожу в параметры публикации, здесь находим канонический URL, также нажимаю здесь на кнопку авто и проделываю это для других категорий. Потом не забывайте, если вы используете метки, то это надо сделать и к меткам, и для материалов. Ну, покажу, где это находится, то есть обычные статьи Joomla. Заходим сюда, переходим в параметры публикации, вот он, видите, там, где вы description прописываете, внизу, авто нажимаем, уже другая ссылка, то есть канонический URL задаем именно для данной статьи. И это надо сделать для каждой статьи. Хотя я перепроверил информацию, и более точно могу вам сказать, достаточно прописать канонический URL именно к пункту меню, там, где у вас статьи, категории. Не надо прописывать каждой категории, заходить, то есть в каждую, и проставлять канонический. Видите, я здесь оставил пустым. Это поле здесь вам нужно только, если вы хотите для этой категории конкретно изменить канонический URL, то есть самостоятельно прописать другой какой-то свой путь. Если вы хотите автоматически, чтобы проставлялся канонический URL, к категориям, к тегам, к статьям, достаточно просто во все пункты меню проставить канонический URL. Все, для категории, для статей, я не задаю канонический URL, он автоматически в коде подставляется. вот там сейчас показываю статью видите канонически я не заполняю то есть можете не заполнять и что происходит то есть вот если я перейду в категорию jumla этой категории я не назначал канонический url но пункт у меня назначил проверяем видим что канонический url есть вот он если я кликну по ссылке я перехожу именно в категорию то есть все работает дальше если я перейду в саму статью просмотрим код увидим что канонический url тоже есть и ссылка меняется то есть ведет прямо на статью то есть все работает достаточно прописать канонический url только к пункту меню я уже повторяюсь надеюсь информация была полезна и понятно а в следующем видео я покажу бесплатный плагин который в автоматическом режиме закрывает все внешние ссылки в специальный тег зачем это нужно и что это такое подробности в следующем видео скажу только что это также улучшает сео сайта в следующем видео